всем привет в этом видео я хотел бы рассказать почему я все-таки купил iphone 6s они другие модели в принципе сейчас iphone 6s очень дешево стоит ну и стоит ли переплачивать за другие модели я специально как бы выбрал сравнение на сайте apple на сайте apple.com там можно выбрать сравнение чтобы погледить какие характеристики чем они отличаются скажем если iphone 6s сейчас стоит новый 30 там 4000 этот стоит 43 тысячи 7 а 8 стоит 50 там с чем-то тысяч чем они отличаются как бы почему я взял 6 6s во первых они внешне все одинаковые то есть вот эта лицевая панель у них абсолютно все все одинаковые то есть дисплей одинаковый кнопка одинаковая только в 6s дополнительным плюсом является то что у него штекер камни для наушников удобный там специальный а тут любые наушники подходят то есть это как бы плюсом второе как бы если не абсолютно с виду одинаково некоторые еще одевают чехлы сзади бампер одевает как бы защита 50 процентов точно одевает там вообще не определить какая модель если кому-то это важно внешне он абсолютно одинаковый только в него покрашен по другому ну и вот эта камера там у 7 8 она сюда ближе смещена чуть-чуть вот тут видно как бы вот это единственное различие а если чехол одет то вообще никакого различия нет различия только по характеристикам но этот стоит два раза дешевле чем вот этот ну пусть не в два но почти в два вот вот если даже глить характеристики я специально как бы по внешнему виду это одно и то же фактически одно и то же если кто бампер одевает то это даже неотключимо вот ну какие характеристики у них вот этот телефон за 35 тысяч этот за 40 там 5 а этот за 55 то есть фактически десять тысяч разница дисплей абсолютно одинаковый камера абсолютно одинаковый точиди абсолютно одинаковый процессор здесь процессор послабее тут посильнее тут еще мощнее ну как бы вот этого процессора который на 6s его в принципе хватает полностью и через год будет полностью через два наверно будет полностью хватать на все игры мощности то особо и не нужно с запасом и причем очень сильно очень сильным запасом то есть сейчас самсунге продаются которые типа самые популярные за 23 тысячи них 60 тысяч план тут и показывает а у 6s у него 130 то есть он намного мощнее среднего телефона этого где-то я точно не помню 150 что ли а у этого 180 то есть мощности тут очень много и даже у 6s хватит мощности на пару лет это уж точно все самые тяжелые приложения игры он будет открывать и работать это излишняя мощность просто получается но его типа на дольше хватит там на пять лет через пять лет там игры обновляться обновятся там приложение и он будет все равно работать но этот может там я не знаю на 4 ну как бы так что тут это тоже процессор это тоже не такая уж важная деталь чтобы переплачивать два раза у этого есть 8 есть беспроводная зарядка вот я допустим не не пользуюсь мне она как бы не нужна ну и вот я как бы не понимаю зачем она нужна ну вот лично мне она не нужна кому-то нужна может тот согласен приплатить там я не знаю сколько 20 тысяч ну я ты не пользуюсь и не собираюсь как бы поэтому мне без разницы но емкости но емкости но это кто как хочет покупать но емкости 32 конечно будет самый притык через пару лет возможно будет мало емкости 64 через пару лет будет наверное может года через три это минимальная емкость будет в принципе 32 сейчас за глаза хватает вот так ну дисплей всех ретина эти дисплей одинаковые разрешение одинаковые у всех что за 35 что за 55 контрастность одинаковая полная поддержка стандартно но тут какой-то расширенный цветовой охват расширенный цветовой охват но в принципе это как бы заметить то особо большой то разницы нет 3d touch везде яркость тут он типа ярче ну вот лично мне на 6s яркости хватает вот так как бы я не знаю куда уж там больше яркости в принципе меня устраивает на 500 тут будет насколько на 20 процентов больше тоже не такая важная деталь размеры фактически одинаковые все тут на две десятых миллиметра больше толщина тут тоже на две десятых миллиметра больше вес этот побольше 7 поменьше ну дальше какое отличие защита от брыг от брызг воды и пыли но тут есть 7 8 у этого нет но это ведь защита от брызг не водонепроницаемость то есть я не знаю чего в ванне я купаться с ним не собираюсь там я не знаю где на озере а так он довольно так я не знаю щелей в нем нету если уж накапает на него вода как на обычный телефон я уж не думаю что он сломается поэтому мне это как бы тоже сильно так как бы не нужно процессор здесь 64-битная архитектура стройница процессор тут помощнее значит получается но это тоже не важно потому что это ближайшие пару лет вообще как бы не будет применяться я так считаю камера камера одинаковая ну диафрагма вот здесь похуже как бы здесь получше вроде считается чем меньше меньше тему качество лучше ну как бы у 7 да получше качество но мне на 6s в принципе очень нравится фотографии я не скажу что уж он плохо снимает по сравнению с этими он отлично снимает как бы поэтому ну конечно если деньги есть можно и чуть получше чтобы снимала как бы это мне оптическая стабилизация изображения это конечно хорошая вещь но переплачивать там 10-20 тысяч за это мне кажется многовато вот дальше пятикратный цифровой зум везде одинаковая расширенный цветовой диапазон фотографий но это тоже как бы программной функции ну не особо уж сказать что это такая ценная вещь вспышка три тунны вспышка три тунны но это там типа вспышка улучшенная какая-то там по моему четыре светодиода стоит как бы два светодиода а там четыре не знаю насколько это лучше ему тоже стоит ли это денег таких запись видео чисто 4к с частотой 30 4к с частотой 30 4к ну тут вот даже 60 есть кадров то есть процессор позволяет 60 кадров делать но мощнее дело в том что вот этот 4к 60 кадров одна минута будет я не знаю сколько но по моему 4к 30 кадров на 300 мегабайт за минуту то есть это на огромное количество памяти и потом как-то их перекидывать эти видео с таким огромным 10 минут будет гигабайт там гигабайты может быть я вот даже на 4к ним не устанавливал телефон то есть у меня ниже ниже разрешение видео потому что не даже вот эти 4к но не нужно я его не использую а уж тем более не стал бы использовать 60 кадров то есть слишком большое разрешение с большой частотой и слишком большие видео получаются поэтому не как бы это тоже не нужно тут все одинаковое hd-видео трехкатный цифровой зум одинаково но тут оптической стабилизации изображения это конечно цель вечно нужны лучше конечно изображение снимается но тоже переплачивать столько денег за это как бы я считал не стоит замедленное видео замедленное видео одинаково режим покадровой съемки тут везде все одинаковое так фронтальная камера тут фронтальная камера я это не использую фасе тайм так что мне как бы все равно фотографии с разрешением 5 мегапикселей тут 7 мне 5 мегапикселей хватает но всем конечно лучше чем 5 но тоже переплачивать огромные деньги за это не знаю диафрагма тут одинаково значит камера фактически одинаково вспышка вспышка одинаковая тут расширенный цветовой диапазон в дорогих версиях запись видео одинаково с этого беспроводная связь тут все должно быть одинаковое тут bluetooth 5 не знаем не bluetooth 4 2 хватает полностью он подключается ко всем наушникам там ко всем устройствам youtube 5 еще как бы ну может быть в будущем там когда-то будет сильно использоваться нфс нфс поддержка режима считывания на это я тоже не использую поэтому мне как бы это тоже без разницы ну тут датчик одинаковый это платежная система одинаковая видеосвязь одинаковая аудиозвонок одинаковый воспроизведение режима мне в принципе хватает всех этих режимов какие-то дополнительные может и есть но они мне не нужны в принципе поддерживаем форматы видео мпк 4 основном этот используется но еще какие то есть дополнительные но тоже мне это не надо как бы видео повтор но это все тоже одинаково это одинаково серия одинаковое питание вот питание конечно этот плюс до двух часов работает дольше чем iphone 6 тут работает столько же сколько iphone 7 ну два часа конечно дольше и ты хорошо но тоже покупать телефон за 10 на 10 тысяч дороже там на 20 то что он на два часа дольше работает ну как бы я не знаю беспроводная зарядка мне не интересует зарядка одинаковая тут режиме разговора 14 14 14 часов то есть в режиме разговора одинаково вот при работе интернету 10 часов тут 12 и 12 вот этим 20 процентов он как бы вот если получается на 20 процентов дольше он не повышайте на 20 процентов они в два раза так как бы поэтому вот тут воспроизведение ауди по бесроводной сети 50 часов а тут 40 получается тут играть будет больше даже в айфоне 6 плюс у него еще мини джек этот штекер есть которого нету айфона 7 и айфона 8 то есть наушники на через переходник включать и заряжать одновременно нельзя то есть слушать заряжать нельзя то есть это тоже минус то есть у айфона 6 который дешевле он все таки есть у него и плюсы разъем 3 с половиной тут разъем линфтинг в комплекте идет такой переходничок сюда вставляешь и он выходит и наушники можно вставить обычные заряжать уже одновременно нельзя слушать и заряжать то есть как бы 6s это плюс так датчики датчики абсолютно все одинаковая sim карта одинаковая разъем легким вот и все так что получается что 6s значит какие у него один плюс у него это то что разъем это большой плюс принципе у меня все наушники вот таким таким стакером где-то там переходник через переходник подключать это тоже неудобно так что вот плюс 6s который дешевый вот ну а у других телефонов беспроводная зарядка мне не нужна то есть ну камера у седьмого восьмого камера лучше лучше камера но в принципе нужно 6s хорошая камера то есть кому-то может не жалко десять тысяч двадцать переплатить за камеру ну что тут еще ну процессор мощнее но процессора вот этого вот этого процесса на 6s хватит надолго он очень мощный то есть процессор будет полной мере работать через три года может быть вот он нужен будет такой а так он пока не нужен но все остальное одинаковое и внешний вид фактически одинаковый кому-то конечно не нравится вот внешний вид так без чехла носит вот я никогда чеху не ношу но мне как-то все равно не устраивает внешний вид но тут будет без этих полосок просто однотипный одним цветом ну и камера чуть-чуть вот сюда на пару миллиметров типа вот закругление покрасивший что ли я не знаю какая красота конечно ну в общем принципе 6s телефон довольно мощный полностью рабочий пока вот эти все функции и фоновские у дорогих телефонов как бы я считаю не нужны кому-то может и нужны а вот мне лично не нужны поэтому я купил телефон за 30 тысяч не он полностью устраивает и как бы вот эти другие телефоны мне не нужны переплачивать 20 30 тысяч а уж тем более если в кредит кто-то там надумал брать чтобы чтобы ходить деньги платить там еще переплачивать за кредит за телефон который в принципе смысла то никакого нету в нем как бы я хотел просто своими мыслями поделиться сейчас конечно люди которые купили iphone 7 там iphone 8 там будут против там моим моих я не знаю рассуждений в принципе да кому камера нужна до кого я не знаю но кто-то за модой следит там типа модно iphone 8 iphone 6 там типа из моды вышел я не знаю как но мне отлично все равно из моды он вышел не вышел там я не знаю если у кого-то там из моды вышел до чехова деньги будет тот же iphone 8 разницы не будет никакой не видно будет модный он не модный там я не знаю вот поэтому я купил iphone 6 принципе считаю что нет смысла переплачивать за это все потому что различие то особых то и нет никаких раз различий нет то и не стоит переплачивать 20 там тысяч все что я хотел сказать но какие-то там может быть функции дополнительные в восьмом айфоне там какие-то там я не знаю может настройки камеры другие конечно это может быть интересно но я как бы особо так за модой не слежу там поэтому меня iphone 6 нравится я считаю что за 30 тысяч он очень хорошая цена смысла переплачивать нету ну конечно и кого есть деньги так купят новейшую модель там я не знаю на более престижные что ли я не знаю так что как бы они может со мной не согласятся кто купил iphone 8 может они будут и правы в принципе но вот мне кажется iphone 6 для меня я его ношу без чехла то есть если там разобью там лечен как бы не такой уж дорогой по сравнению там с айфоном 8 не так жалко будет не так берегу там кредит я за него не плачу я его просто купил поэтому меня он устраивает от если так у вас денег особо лишних денег там кучами там лишних там 30 тысяч нету или там есть куда их истратить скажем можно съездить отдохнуть на эти деньги поэтому берите iphone 6 в принципе хорошая вещь я думаю вы не разортируетесь им и все это будет дельная покупка все зависит от достатка но iphone 6 это хороший телефон за хорошие деньги я купил доволен полностью и как бы меня нисколько не тянет на другие модели там iphone x он конечно кардинально изменен так вот он то конечно интересная модель он по-другому выглядит и у него функции другие то есть как бы за него то еще можно вы как бы переплатить но вот за эти модели я считаю что смысла нет переплачивать как бы как вы решите это решать тоже вам вроде все всем пока счастливо